Я не пытаюсь разрешить спор или даже вступить в спор. Я просто хочу объяснить, почему я сам не кальвинист. Я очень уважаю многих моих друзей, кальвинистов, и многих кальвинистских лидеров церковной истории. Я преподавал в семинаре, где большинство преподавателей были кальвинистами. Я полностью верю в Божье Царство, в суверенитет Бога, но я не кальвинист. Почему? Ну, Бог не предопределил мне быть кальвинистом. Нет, я шучу. Почему же я не кальвинист? Я знаю стихи о Божьем предопределенном плане. Я знаю стихи о Божьем суверенном выборе. Но вот что я вижу, что Бог в Своей суверенной власти решил дать нам выбор, ответить «да» или «нет», что Его благодать действует в нашей жизни, и мы можем отвергнуть ее, или же мы можем принять ее. Честно говоря, я вижу это с начала Библии и до самого конца. Я вижу, например, в Бытие 6, что Бог скорбит о грехе людей до такой степени, что, говоря по-человечески, Он скорбит настолько, что даже сожалеет, что создал их. Для меня странно полагать, что Он предопределил людям делать какие-то вещи, или быть кем-то, или запланировал определенные вещи, и затем скорбит об этом. Из всего Писания я вижу Божье желание, чтобы мы жили по-другому. Бог даже выражает это в разное время, как «Если бы вы только жили вот так, тогда Я бы благословил вас». То есть я вижу Божье страстное желание благословлять. Я вижу Божье желание приближать нас к себе. Я вижу Его боль из-за нашего отвержения. И я вижу, что Он именно так установил все. Я снова и снова вижу «выбери, выбери, выбери». Второзаконие 30 — «выбери жизнь». Когда я вижу в Езекииле 18, что Бог не желает смерти грешника, но чтобы он покалился и был жив. Когда я вижу, как Иисус скорбит над Иерусалимом, говоря «Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Когда я вижу в Евангелии от Луки, что фарисеи отвергли волю Божию для их жизни, я вижу это как повторяющийся шаблон. В конце концов, посреди этого Бог исполняет свою волю. В конце концов, посреди этого Бог собирается сделать именно то, что Он запланировал, то есть иметь людей, которые будут любить Его и будут с Ним вечно. Но даже когда я дохожу до конца книги, конца Библии, до Откровения, 17 сиха, 22 главы, здесь то же самое. «И дух и невеста говорят, приди». «И слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Итак, я вижу это. Выбери, выбери, выбери на протяжении всего Писания. Я верю, что это истина для всего Писания. Я считаю, что Божье сердце скорбит, когда мы отвергаем Его благодать, и Он доволен, когда мы ее принимаем. Вот как наш суверенный Бог все установил. Это не для того, чтобы поспорить с некоторыми моими лучшими друзьями и сотрудниками по Евангелию, то есть кальвинистами. Это только для того, чтобы объяснить вкратце, почему я сам не кальвинист. Субтитры создавал DimaTorzok